Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили, и сегодня я хочу вам показать мою коллекцию сумок. На самом деле, коллекция сумок, это слишком громко сказано, просто мои сумки, которые я ношу на протяжении, наверное, двух лет. Если я долгое время не ношу сумку, я ее обязательно кому-то отдаю. Вы знаете, что где-то полгода назад я отдавала сумки своим подписчикам в инстаграме, а до этого вообще отдавала в деревню своим родственникам, которые нуждаются. А мне, например, эта сумка либо не нравится, либо надоела и так далее. Поэтому у нас здесь будут новые сумки, либо сумки, которые я просто обожаю и не могу никому отдать. Так как квартира у нас небольшая, комната тем более маленькая, поэтому вот этот хлам держать у себя дома у меня нету возможности, к сожалению. И начать я хочу с магазина своего любимого Миннесо. Честно, я в восторге от этого магазина и именно от консультантов, которые работают там. Они не докапываются до тебя, и это очень круто, очень культурно и знают по-русски, обязательно подскажут. Хорошо встретят, поэтому Миннесо прям вот one love, так скажем. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот рюкзак, который купила, наверное, два года назад. Здесь вот такие вот ручки, швы идеальные, фурнитура не потемнела, несмотря на то, что я всегда в этом рюкзаке тащу что-то тяжелое. Иногда, когда иду в какие-то супермаркеты, мне неудобно с пакетами в руках возвращаться домой. Я все пихаю в этот рюкзак, и я думала, что он быстрее всего развалится и откинет копыта. На самом деле нет, очень качественный. Когда я купила этот рюкзак, у меня подруга увидела, и она влюбилась в него. Где-то через дней 10 пошла тоже покупать, но уже не было. Если вы видите сумку в Миннесо, то сразу покупайте, потому что дней через 10 ее уже точно не будет. Покупала я ее что-то в районе 35 монат, но я считаю, что для такого рюкзака это вообще копейки. А дальше будут вообще находки, которые я купила сравнительно недавно. Если вы смотрите мои влоги, то вы, конечно, видели эти сумки. Первое, это вот такая вот прелесть, которая обошлась мне всего в 10 монат. Но я в восторге, честно, от этой сумки. Здесь потайной такой замок. Была желтая и была черная. Вы, наверное, во влоге видели желтый. Немножко такой, знаете, грязно-желтый. Поэтому я решила взять черную. Во-первых, черная это универсальный цвет. Сочетается со всем что угодно. Во-вторых, очень удобно. Я вот так вот ношу ее, и у меня руки свободны. А это большой плюс для меня. Дальше опять же новиночка, так скажем, которую я прям недавно выгулила. Это вот такая вот сумка. Здесь она легко вот так вот открывается. И здесь одно такое отделение. И еще отделение для ключей. Безумно удобно. Было тоже несколько оттенков. Я почему-то все сумки беру почти одинаковых цветов. Не знаю, с чем это связано. Я просто прихожу домой и вижу, что опять розовое. А у меня же все розовое. В момент, когда я покупаю, мне кажется, это самый универсальный, самый крутой цвет. Ну, вы по моей комнате знаете, что я оттащусь от розового цвета. В общем, такая красота. Мне обошлась всего 20 монат. На мой взгляд, это безумно дешево. Кстати, я купила эту сумку, потом через где-то 15 дней пришла, и уже таких сумок не было. Так что вот такая вот удача. Ни в коем случае не реклама, ребята. Покупала за собственные деньги. Так, на заметочку, вдруг вы подумаете, что это проплаченное видео и так далее. К сожалению, нет. А могла бы здесь быть ваша реклама, ребята. Дальше давайте еще от Miniso покажу последнюю сумочку. Не падай, дорогой, не падай. Эту я ни разу не носила, к сожалению. Пока что не было возможности, так как карантин и все дела. Сейчас очень-очень актуальны вот такие вот сумки, которые одеваются через плечо. Также можно ее носить на поясе, как мне сказали подписчики. Была, опять же, трех цветов. Стоила недорого, 13, по-моему, монат. Но почему-то желтая смотрелась богаче всего, хотя была и черная. Я думала взять черную или желтую. Черная, немножко, знаете, такое ощущение было, что она грязная. Что мне нравится в этой сумке? Безумно приятный материал. Вот вы трогаете ее и хочется трогать. Это прям тактильное ощущение, обалденное. Но я думаю, что, скорее всего, она очень быстро испачкается. Поэтому я храню у себя в шкафу в целлофановом пакете. Я думаю, что это очень умное решение, так скажем. Замки все офигенно работают. Никаких проблем нет. Вот, я не думаю, что я прям лет 10 буду ходить с этой сумкой. Но 1-2 сезона можно походить, а потом кому-то отдать. И я, кстати, не заметила. Тут, оказывается, сзади есть маленькое-маленькое пятнышко, которое вы не видите. Его видно только под микроскопом, так скажем. Куда-нибудь гулять вечерком, летом. Вот купила эти сумки, а сейчас думаю, лето уже заканчивается. Карантин продолжается. Сидим дома. Зачем эти сумки нужны, не знаю. Когда я вижу супер дешевую цену, реально меня не остановить. Я думаю, все, это последний шанс. Обязательно нужно брать. Беру со скидкой, оставляю, что следующий год носить будет. А в следующий год мне нравятся совершенно другие модели. В общем, такой я человек. А эта сумка, наверное, самая дорогая в моей коллекции. Она стоила что-то в районе, не помню, 3000, наверное. Это типа закос под фенди. Очень хорошее качество, приятное. Хорошие швы. Но просто здесь такой момент, косяк, здесь оторвалась ручка. В принципе, ее можно скрутить сюда. У меня что-то никак времени нету, чтобы ее подкрутить и исправить ситуацию. Была она и в большом размере. Я бы взяла поменьше, на самом деле. Была еще меньше. Большие сумки, это немножко не мое. Хотя я люблю носить хлам с собой. Просто ее потом неохота таскать. Это как бы лишний груз. Опять же, такой я не люблю. Есть еще длинный ремешок. Он лежал там в шкафу. Доставать было неохота. Поэтому решила вот так вот вам показать. Не прелесть. По мне, очень даже прелесть. Вот. А этот короткий ремешок, я его не ношу. Кстати, у меня была целая история с этим ремешком. Каждый раз, когда носила эту сумку, я замечала, что у меня на кофте появляются какие-то черные пятна. Я не понимала, откуда они. Потом мне подписчица написала в комментариях, что Айка, у меня такое было от сумки. То есть, получается, что ремешок, здесь есть черный такой орнамент, он красил мою кофту. Потом я это обнаружила. И теперь ношу эту сумку либо с какими-то черными вещами, либо слежу за тем, чтобы она не вытворяла такие вот пакости. А, кстати, совсем забыла показать вам вот эту вот красоту. Тоже от Miniso. Мне кажется, безумно красиво смотрится. Очень нежная сумочка. Здесь такой еще ремешочек. Но я просто настолько уверена в Miniso. Обычно фурнитура не темнеет, поэтому взяла. Сначала, кстати, взяла вот эту красоту. Я вам во влоге все это дело показывала. Сначала взяла эту сумку, а потом понравилось это. И мне показалось, что они очень похожи. И как бы это уже не стоит брать. Но в конце взяла и эту, и ту. Обычно Айка что делать? Если у меня стоит выбор между двумя сумками, 100% я возьму обе, чтобы потом не пожалеть. Мне кажется, это больше под какой-то романтический стиль. У меня есть розовое такое платье. Вместе с этим платьем просто смотрится обалденно. Поэтому ношу, уже несколько раз носила. И здесь такие голубые вставочки. Кстати, была голубая с розовыми вставочками. Я сначала подумала, может взять такую. Но потом все-таки остановилась на этой. Тем более стоила она вообще 3 копейки. Там 15 монат или что-то в районе этого. Вот такая вот красота. Очень нравится, честно. Вот прям безумно нравится. Лежит. Думаю, когда закончится вот это домосидение, так скажем. Начнем вовсю выгуливать наши наряды, которых нету. И сумочки, которые есть. Сумочка, которая отработала уже свое. Очень часто ее ношу. Покупала где-то 2 года назад. Она в хорошем качестве. Удобная. Я была в восторге от этой сумки. И даже в подарок, когда ехала в Саратов к своим родственникам. Тоже купила такую же и подарила. Давно она у меня. И я прям с любовью ее ношу. Мне нравится, что она не мягкая. То есть сюда можно положить очки. И с ними ничего не произойдет. Даже если ты сядешь на эту сумку. А у меня такое происходит. И происходит частенько. Здесь что-то типа закосы под луэвитон. Ну да ладно. Я в принципе такие вещи ношу. И как бы даже и не комплексую по этому поводу. Ничего страшного. Я не помню, почему я ее покупала точно. Если сейчас скажу, могу и соврать. Поэтому где-то в районе того, что я до этого вам показывала. Где-то в той же ценовой категории. Вот так вот. Открывается очень интересно. Сейчас вам покажу. Вот так вот нажимаете на эти два пузырика, так скажем. И вот сумка открывается. Здесь одно такое большое отделение. Есть потайной карманчик один. Который еле заметен вообще. Следующая сумочка. Это вот такая вот прелесть. Но если честно, я не очень довольна качеством этой сумки. Вот эта штука была не на сумке. Это потом я отдельно покупала. Это, кстати, мех зайчика. В то время я как бы не обращала внимания на такие вещи. И покупала такие меховые изделия. Сейчас я все-таки считаю, что если ты любишь животных, то от кожи и каких-то кожаных вещей, и, например, от меха можно, конечно, отказаться. Поэтому жалко животных. Ликвидируем эти все штучки. Мне не очень нравится качество этой сумки, потому что она выглядит очень потрепанная. Хотя ей всего, наверное, где-то год. И стоила она не дешево на момент покупки. Она выглядела просто шикарно. Я не могу сказать, что прям каждый день я ходила с этой сумкой. Я ее просто задолбала, и она превратилась вот в такую. Я думаю, что в скором будущем, максимум, наверное, полгода еще она побудет у меня в коллекции. И придется от нее избавиться. Ремешки отлично выглядят. Но вот сам вот цвет сумки стал такой тухлый. В общем, не очень нравится. На самом деле, немножко, можно сказать, мое разочарование. Но все равно пока что находится у меня в коллекции. И последнее, что я вам покажу, наверное, самая дорогая сумочка, которая у меня есть. Покупала я ее, наверное, года 4 назад. Да, точно, года 4, может даже больше. Когда я ее покупала, мы хотели взять две. Одну мамочки, другую мне. А потом не взяли. Взяли одну, и я очень жалею, потому что больше нигде я не видела подобных сумок. Хорошая эта я покупала в каком-то шоуруме, насколько я знаю. Такой небольшой магазинчик, поэтому точно вам не скажу. Я ее один раз, кстати, отдавала мастеру, потому что подкладка туда-сюда моталась. И это было безумно неудобно. Я дала ей подкладку, прям пришили по всему периметру сумки. И вот теперь это очень удобно. У меня здесь что-то лежит. Обычно я в старых сумках всегда нахожу денюжку. А сейчас, как никогда, кстати, нужна денюжка. Нет, к сожалению, ничего такого нет. У меня, кстати, такое было. Мне очень нужны были деньги, и я нашла 50 монат в одной из своих сумок. И я была, честно, шокирована, что как так получилось, что 50 монат в сумке, а я эти деньги не нашла там и не искала даже. Интересный момент. На этом все, ребята. Я люблю сумки. Я очень люблю сумки. Особенно хорошие, красивые, недорогие. Поносила сезон и все отдала кому-то или просто выбросила. Особо большие инвестиции вкладывать в сумки я не вижу значения, если честно, потому что мои вкусы со временем меняются. Ты вообще такой человек по натуре, так скажем. На этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!